Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо, что вы сейчас будете со мной читать Библию, и мы с вами будем ухудшать замечательную духовную пищу. Откройте, пожалуйста, Псалтырь, Псалом 93. Я буду читать, наверное, по-моему, это синодальный перевод. Псалом 93. Я буду его читать сейчас с 11 стиха. Давайте почитаем с 11 стиха. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь с законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследие своего, ибо суд возвратится к правде, а за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконий? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорби моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь невинную. Но Господь, защита моя и Бог мой, тверды не убежище моего. И обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь Бог наш. Посмотрите, как мы... Несколько дней назад я читала это слово Писание, и мы с мужем просто размышляли и просто благодарили Господа за... Просто за все благодарили Господа, особенно за эти прекрасные обетования в нашу жизнь. Давайте еще раз почитаем и просто вникнем в каждое слово, в каждое обетование Божие. Смотрите, Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Значит, человеческие мысли, мысли, да, мы знаем, что у нас есть разум, у нас есть сердце, в котором мы делаем какие-то решения, принимаем какие-то решения, мы как-то зачинаем сердце, что-то внутри, да. Потом, значит, мысли у нас роются, информация поступает. Смотрите, Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Человеческие мысли суетны, а мысли от Господа всегда есть мудрость, да, как написано. что Божьи мысли надо просить и надо всегда стремиться жить Божьими мыслями. Как мы можем жить Божьими мыслями, Божьими обетованиями, Божьими мыслями? Смотри, как написано, смотрите, блажен человек, что такое блажен, мы уже говорили, да? Блажен человек, значит, благословен. Благословенный человек, значит, благо унаследующих, благо держащих, благо благословения. Это то самое прекрасное, что каждый человек хочет себе, жаждет этого, просит этого. Блажен, благословен человек или счастлив человек, счастливый человек. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи. Хотите быть благословенными? Блажен человек – это старое слово, старое русское слово. Но на самом деле он переводится как благословенный, счастливый, радостный, пребывающий в мире, в полном благодействии во всем, благо, и оно действует внутри нас. И блажен, благословен человек, которого вразумляешь ты, Господи. Как Господь может вразумлять? И наставляешь законами своим. Закон. Значит, слово Божие. Что такое слово Божие? Что такое Библия? Библия – это сам Бог, который… Сам Бог общается. Общение Бога через послание свое, через Библию, через послание, через Слово свое Божие. Слово Господь послал, чтобы мы его приняли, чтобы мы увидели, какой он есть, чтобы мы слышали его голос через его послание. Бог, Библия – это есть коммуникация с Богом. Конечно, мы говорили, что Господь, коммуникация с Богом, она в разных проявляется, в различной форме. Значит, Господь говорит через сны, Господь говорит через пророков, обосновываясь на слове. Господь говорит через видение, Господь говорит нам в сердце, Господь говорит нам в наш Дух, Духом Святым. Но самое главное, Он говорит через свои послания, через свое слово Библии. Уже оно послано Духом, Духом, вдохновленная эта книга, святая книга Библии. И вы смотрите, хотите быть благословенными? Хотите иметь благо на земле? Смотрите, написано, благословен, человек, которого образумляешь ты, Господи, и наставляешь законам твоим. Как можно наставить человека законом? Только через Слово Божие. Когда мы знаем законы Божьи, когда мы знаем его заповеди, мы знаем, что он хочет у нас, мы знаем, для чего он пришел, что он хочет, кто такой вообще Бог? Это все написано в его Библии, в Слове. В Библии это Слово Божие, да? Чтобы дать ему покой. Для чего? Для чего он наставляет нас своим законом? Для чего он нас вразумляет? Посмотрите, для того, чтобы у нас был покой в бедственные дни. Чтобы дать ему покой в бедственные дни. До кола ли нечестивому вырыться яма? Все, Господь, знаете, у нас сейчас такая ситуация, что многие, значит, у нас есть бизнес, и многие люди, конечно, просто из какой-то своей малодуши или какой-то зависти, я не знаю, из каких-то своих не очень правильных проявлений в душе своей, желают и какие-то делают колзни, да, какие-то, ну, что-то, много очень неприятных вещей создают своим языком и, в общем, какими-то поступками, да. И смотри, и Господь, когда мы читаем, чем более мы читаем Библию, чем более мы стоим и вразумляемся Господом, законом его, его обетованиями, кто такой Бог вообще, да? Значит, он для чего? Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас был покой. Вот несмотря ни на что, несмотря ни на что, ни на какие козни, ни на какие зависти, ни на какие что происходят в нашей жизни, какие-то злые деяния происходят, у меня есть покой. Его никто не может забрать, никто не может ничтожить, никто. Потому что Господь его дал через познание Его Слова, через наставление законом своим, через вразумление Господь вразумляет, чтобы дать мне покой. Я есть, я нахожусь в покое. чтобы дать ему покой в бедственные дни. Значит, другие люди создают какие-то бедственные положения, какие-то яму роют там, например, да, уже откровенно говоря, в бедственные дни. Да коли я остановлюсь, чем больше мне зла люди хотят принести, тем больше у меня покоя, тем больше я нахожусь в покое, и что? И стою до тех пор, пока нечестивому выроется яма, да? Потому что человек, который роет эту яму или что-то делает злодеяние, значит, человек, который делает злодеяние, значит, он работает против себя, значит, делай, даже если у Господа нет лицеприятия, если вы верующие все равно видите, делайте какое-то злодеяние против кого-то, какой-то злой умысел, значит, что-то зло, то от вам выроется яма тоже, поэтому Господа нет, нам нужно все время стоять, законом разумляться, Господом разумляться, делать дела правильные, избирать делать то, что Господу угодно, да, все, что идет от любви. А доколе нечестивому выроется яма, да, ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследие своего, никогда, он никогда не отринет, никогда, он всегда с нами, он всегда в нас, он ходит в нас, да, ибо суд возвратится к правде, Господь будет судить, и правда восторжествует, да, и за ним последуют все правы и сердцем, зачем, за судом этим, за правдой, да, последуют все правы и сердцем, потому что мы хотим суда Божьего, Божьего суда, именно праведного суда мы хотим, да, Кто восстанет за меня против злодеев? Кто же это такой человек? Кто восстанет за меня против злодеев? Кто восстанет за меня против делающих беззаконие? Понимаете, мы не можем мстить. Господь сказал, никогда не мстите за себя. Отдайте мщение мне. Никогда мы не можем. Надо оставаться просто в покое. Господь призывает, останьтесь в покое. Дайте мне мщение. Я это сделаю. Я восстану против злодеев твоих. Я стану против тебя, кто делает беззаконие против тебя. Написано, если бы не Господь был бы мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Вы знаете, очень много людей переживает, страдает. Конечно, каждый человек проходит через, если человек, тем более, если он успешен, да, потому что, ну, любой, даже в миру посмотрим, да, если человек успешен, у него все прекрасно идет, найдутся завистники, которые начнут этот рульям, которые начнут толкать, начнут делать всякие злодеяния, будут это происходить, да. Ну, у этих людей в миру, у них нет помощников, они ищут помощников, адвокаты какие-то, они мают, что-то там идет борьба какая-то, все это суета идет, но кто? Но у нас есть кто помощник? Наш помощник есть Господь, да. Если бы не было Господа, человек, вот, например, люди очень много там поканчивают в миру самоубийством, куда-то уезжают, вот это все бросают, бросают без нас, бросают все это, потому что у них нет, они не смогли, они там ищут какие-то помощи где-то еще, да, и поэтому многие умирают, многие от стресса умирают, заболевают, умирают. А у нас кто? Есть помощник, наш Господь. И вы знаете, когда я говорю, когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, я говорю, Господи, вот как мне в этой ситуации сделать, что сделать, подскажи, объясни, защити Господь. Когда мы помолимся, приходит этот мир, да, милость Твоя Господня поддерживал меня, да, при умножении скорби моих к сердцу моего утешения Твоего, усложай душу. Тем больше скорби, тем больше утешения приходит, понимаете? Вот столько скорби, вот столько утешения приходит, да. Смотрите, станет, станет влюблись Тебя, седалищик, нет, губители, умышляющих насилие вопреки законам, толпой устремляться они, толпой они могут устремиться на мою душу, потому что я есть праведник в Господе, Господь подавил мне праведность, Иисус Христос, да, Он меня называет праведником, да, толпой устремляются они на душу праведника и осуждают кровь невинную, да, но Господь защита моя, и Бог мой твердыня убежища моего, защита, все, никто не может пройти через эту защиту, никто не может проломить эту защиту, и Бог твердыня убежища моего, твердая, как в скале, знаете, никто не может пробить это, это настолько, она твердая защита, убежище, в котором мы находимся в Господе самом, да, оно очень твердое, да, и обратить на них беззаконие, и обратить на них беззаконие, вот беззаконие, да, возьмут, да, и обратятся на тех беззаконников, поэтому это страшно, потому что страх Господний в том, что ходить в Господе, да, дело добро, Господь призывать любовь, и наполняться этой любовью, Господи, прощать, да, прощать, возлюбить ближнего, просить Господа, как это возлюбить ближнего, дать эту силу, дать эту мудрость, да, потому что написано, и обратить на беззаконников, беззаконие их, да, и злодейством, их же злодейством истребить, потому что даже если вы будете делать какие-то злодействия, то злодействие придет на вас, и оно истребит вас, не надо ходить на эту дорогу, да, я говорю сама себе тоже это, истребит их, истребит их Господь, Бог наш, Вот такое прекрасное обетование. Да пусть Господь будет вас вашим помощником. Да пусть Господь будет защитывать те твердыни убежащие вашего. Господь, да, сохранит и обережет вас, вас и вашу семью, ваших детей. Пусть все уходят в Господь славе Божьей, присутствии Божьей всегда. Во славу Господа, льду и в радость вам. Во славу Господа, слава, льду и на сегодняшнее слово. Аминь.